Особое мнение на 101FM Да, до эфира, Аня, напомню, я поделился с вами, еще не зная вашего вопроса, своим ощущением от состояния российской, в частности, вязкой экономики. Мы находимся в студии, фактически, напротив здания правительства Кировской области, и я сказал, что наша экономика очень символично представлена на этом фасаде в виде отпадающих кусков штукатурки, и само здание построено, простите, давным-давно и нерусскими руками. Немцы, по-моему, пленные строили. Ну, очень тревожное ощущение у тех бизнесменов, с кем я общаюсь. Многие, конечно, храбрятся, говорят о том, что да все будет нормально, да все стабилизируется, хотя большинство потихонечку начинают просчитывать варианты, связанные с сокращением объема бизнеса, сокращением объема занятости. Люди готовятся, и уже потихонечку пояса затягивают кто-то на поясе, кто-то на шее, на разных частях тела. А по ощущениям, вот можно сказать вообще, какая-то сфера сейчас пострадала значительнее, чем все остальное или нет, или везде так вот лихорадит и непонятно, что будет завтра? Ну, у нас на самом деле вот все происходящее с 24 февраля, безусловно, негативно сказывается на экономике, и каждый из нас в той или иной степени с этим сталкивается как обыкновенный потребитель, начиная от... Какие-то какие-то товары, какие-то игры в интернет-магазинах. Сейчас достаточно большие проблемы с подобного рода платежами. Я недавно ТО на машинке своей проходил, мне пришлось достаточно длительное время ждать, когда официальный дилер сумеет доставить запасные части, которые нуждались в замене. Причем многие официальные дилеры говорят, что уже официально разрешено устанавливать неоригинальные части на автомашины, лишь бы подходили по размеру и по своим характеристикам. Нерадужная абсолютно ситуация, нерадужная. Наверное, пока, ну, наверное, можно сказать, что только юридическое сообщество не ощутило на себе весь груз проблем. А, то есть вы даже подорожавшую бумагу на себе не почувствовали или почувствовали? Ну, Аня, я всегда говорил о том, что, простите, как раз, чем гажа ситуация в экономике страны, тем лучше... Лучше дела у юристов? Да, лучше дела у юристов, потому что когда экономика на подъеме, люди стараются, ну, не так сильно экономить. То есть, когда экономика на спаде, люди бьются за каждую копейку, возникает достаточно большое количество споров, которые подлежат рассмотрению в судах. Это и гражданские правовые споры, и арбитражные споры, и споры с различного рода административными органами, с администрациями всех уровней, с налоговыми и так далее. Поэтому, ну, чего, ритейл пострадал, да, безусловно, производство, ну, практически любое производство пострадало, потому что у нас основные станки и оборудование, они все-таки большей частью иностранного производства. За последние несколько десятилетий парк обновился существенно. И в связи с тем, что логистические цепочки пострадали, безусловно, реальный сектор экономики, безусловно, критические явления уже испытывают. И я думаю, что эти явления будут только нарастать. А вам как кажется вообще, вот те меры поддержки, которые сейчас либо приняты уже, либо анонсированы, они смогут как-то вот, ну, стабилизировать ситуацию, по крайней мере? Не знаю, успокоить, может быть? Да не знаю, на самом деле маловероятно. Маловероятно, к сожалению, но мир в настоящий момент, он все-таки глобален. И какими-то даже вливаниями денежных средств стабилизировать экономику, при том, что действительно логистика взаимоотношений между различными странами нарушена существенно, мне представляется, будет весьма непростым делом. А перестроиться как-то там на отношения с другими странами нет? Ну, это потребует значительного времени, плюс это в любом случае повлечет дополнительные издержки. Посмотрим, посмотрим. Только это нам и остается. Слушайте, я хотела про налоговую вас спросить. Давайте. С одной стороны, смотрите, вроде бы есть и декларируется там всяческая поддержка бизнеса, которому не просто сейчас. С другой стороны, мы все понимаем, что жизнь любого субъекта, наверное, Российской Федерации зависит от того, сколько денег соберут в местный бюджет в том числе. Вот вам как кажется, как налоговая себя будет вести по итогам этого года, следующего года? То есть она будет очень внимательно относиться к предпринимателям и выискивать все возможные нарушения? Или наоборот, там глаза будет закрывать на что-то? Ну, вы знаете, я бы, наверное, не сказал о том, что кировская налоговая какая-то чрезвычайно жесткая, либо не объективная. Не-не, я не конкретно про наших спрашиваю вообще в целом. Ну, безусловно, налоговая служба – это основа основ любого государства, и без ее работы нормальное функционирование самого государства под большим вопросом будет находиться. Поэтому я думаю, что налоговики всех уровней будут работать так же, как они работали и раньше. Стоимость выездных проверок резко увеличилась в настоящий момент, однако, тем не менее, камеральные проверки проводятся и будут проводиться в дальнейшем. А почему увеличилась стоимость? Ну, простите за дилетантский вопрос. Ну, нет, тут ничего дилетантского нет по большому счету. Значит, сама по себе процедура выездной налоговой проверки, она подразумевает достаточно большое количество различных мероприятий, начиная от допросов, опросов, сбора документов, сбора доказательств, копирования этих документов, рассылку сторонам и так далее. Это достаточно дорогая процедура сама по себе. Значит, ну, налоговые органы совершенно спокойно уже достаточно давно переключились, и основные свои проверочные мероприятия проводят в других форматах, которые позволяют им точно так же достигать тех целей, которые они ставят перед собой. Бизнес в этой части, ну, я думаю, не особо страдает. С другой стороны, конечно, с учетом кризисных явлений в экономике, ну, безусловно, внимание государства к правильности исчисления уплаты налогов будет исключительно возрастать. То есть строже будут относиться? Конечно. Не будут глаза закрывать? Конечно. Ну, и сейчас не особо глаза закрывают. Ну, просто более внимательно, еще более внимательно будут относиться к всем финансовым операциям, к всем транзакциям, которые совершают предприниматели. Будут ли какие-то сферы в экономике, которые государство, скажем так, будет отдельно и особо как-то поддерживать, как вам кажется? Ну, вы знаете, я думаю, что значительное внимание последние годы уделяется как раз реальному сектору экономики. Государство заинтересовано в том, чтобы мы что-то производили, а не только занимались продажей китайской офшор-потребы, к примеру, или перепродажей чего-то. Соответственно, здесь те предприятия, кто занимаются производством, пусть хоть в какой-то степени важной для России продукции, но они будут более защищены. Это не обязательно импортозамещение, это в целом? В целом, в целом, любое производство, любой реальный сектор, начиная от сельского хозяйства, производства каких-то швейных изделий и прочее. Значит, я думаю, что как раз подобного рода предприятия не смогут рассчитывать на достаточно широкие меры поддержки, начиная от какого-то льготного кредитования, софинансирования, направленное на, например, недопущение сокращения штатной численности работников, с тем, чтобы, опять же, у нас и безработица не особо росла. Ну вот, люди, которые задействованы непосредственно в коммерции, в логистике, в оптовой торговле, ну я думаю, что здесь, конечно, им будет выживать посложнее. И услуги, ну я думаю, что здесь, безусловно, очень сильно скажется на рынке услуг, за исключением нотариальных услуг, адвокатских услуг, юридических услуг, например. Значит, все, что связано с развлечениями, безусловно, будет страдать. Все, что связано с здоровьем, безусловно, будет страдать. Все, что связано с образовательными процессами, безусловно, будет страдать. А что вы имеете в виду, когда говорите, будут страдать? То есть меньше денег там будет? Меньше денег будет крутиться, соответственно, менее будут востребованы, я во всяком случае прогнозирую, подобного рода услуги. И, естественно, здесь начнется и отток кадров, квалифицированных с подобного рода областей. Значит, либо просто будут сокращаться объемы этого рынка и капиталоемкость, значит, вот я думаю, что как раз рынок услуг очень сильно пострадает от того, что у нас происходит последние несколько месяцев. Ну вот смотрите, есть крупная сфера строительства. Мы просто по этой теме с вами говорили, по-моему, в прошлом нашем эфире, да, и вот ситуация в Кирове, она такая была не очень, скажем, стандартная. На фоне общих еще проблем, да, в отрасли подорожания стройматериалов, еще то, что было как бы до, да, на начало года то, что существовало, и по прошлому году. У нас еще была проблема у строителей и застройщиков с невыдачей разрешений на строительство, да, и плюсом еще было несколько попыток, так скажем, со стороны городских властей, областных властей несколько усложнить работу кировским строителям. Вот в этой сфере, как вам кажется, я не знаю, вы в курсе, не в курсе, что сейчас происходит? Стали власти более лояльны или нет? Ну, пока нет, но мне представляется, что потихонечку к этому все и движется. Значит, уже появляются вступившие в законную силу судебные решения, которыми действия администрации города по отказам в выдаче разрешения различным строительным компаниям признаются незаконными. Значит, посмотрим, может быть, может быть, это приведет к каким-то системным изменениям. Относительно недавно, на прошлой неделе, Кировский областной суд отказал в смешном достаточно иске администрации города Кирова к Кировской городской думе. Напомните, что за иск? Там оспаривались правила землепользования и застройки, которые были приняты Кировской городской думой достаточно давно. В 2009 году, по-моему. Да, точно так. И в настоящий момент администрация города обратилась с иском, который сейчас уже рассмотрен, требуя признать эти правила недействительными. Областной суд в удовлетворении такого иска отказал. Естественно, что у администрации города есть еще возможность написать апелляционную жалобу на соответствующее решение. И тогда разрешение данного спора перейдет уже непосредственно в суд второй инстанции. Это у нас Нижегородский суд общей юрисдикции апелляционный. И это тот же самый суд, который рассматривает в настоящий момент жалобу правительства Кировской области на решение Кировского областного суда по признанию незаконными действиями и недействительными постановления правительства Кировской области о расширении зоны территории исторического поселения города Кирова, которое было принято в декабре 2021 года. Это то, что строители называли такой вот заградительной историей, да, потому что у многих компаний уже, я так понимаю, были какие-то сформированы участки, выкуплены там, да, расселены какие-то старые. Уже, да, были получены предварительные решения градсоветов и согласовано строительство определенных зданий с определенной высотностью. И вот подобного рода постановление правительства Кировской области, которым была резко расширена территория исторического поселения, повлекло принятие второго решения, которое было принято управлением по государственной охране объектов культурного наследия Кировской области по утверждению предмета охраны такого исторического поселения. Фактически там в этом решении содержались запреты на застройку территории исторического поселения зданиями выше определенного уровня. Ну, естественно, для строителей строить трех-четырехэтажные дома тогда, когда они планировали строить, например, там, девятиэтажки либо одиннадцатиэтажки, ну, это, безусловно, удар, причем существенный, потому что процесс организации, любой стройки, согласования, разработки проектной документации, это весьма капиталоемкая процедура и, безусловно... И она уже оплачена. Конечно, конечно. Затраты были уже понесены, причем в достаточно больших объемах и подобного рода странные решения, о котором никто не предупреждался, ну, вызвало определенный стресс среди строительного сообщества области. А тут надо просто слушателям напомнить, что речь не идет о конкретно историческом, да, вот этом нашем, не знаю, там, центре, да, что называется, улица Ленина и все, что там к реке, да, или немножечко от Ленина в сторону Карла Маркса, а там, по-моему, даже были какие-то объекты, которые там за Октябрьским проспели, да? Да, безусловно, ну, за Октябрьским нет, значит... Нет? А планировалось, значит, да, в месте второго Кирова? Да. В 2015 году, когда впервые была установлена зона исторического поселения, туда вошли центральные исторические кварталы, это улица Горбачевого, улица Ленина, значит, кусочек улицы Карла Маркса, не вся далеко. Значит, и в конце 2021 года правительство решило фактически многократно расширить такую территорию исторического поселения. Туда вошли все кварталы городские по улице Октябрьский проспект, начиная от улицы Комсомольской, где вроде бы ничего сильно исторического-то и не наблюдалось никогда, и вплоть чуть ли не до поворота к площади Лепси. Ну, в общем, достаточно большой участок получается. Достаточно большой. Половина города, фактически. Ну да, и каких-то особых памятников там не присутствует. Опять же, напомню о том, что ни правительство Кировской области, ни управление по государственной охране памятников, отвечая на прямые вопросы Кировского областного суда, каким образом, на основании чего были установлены подобного рода ограничения, значит, по высотности, например, застройки, затруднились ответить. Значит, вызывались, допрашивались специалисты, которые разрабатывали предложение по установлению такого предмета охраны. Они тоже не смогли суду пояснить, каким образом они пришли к выводу о том, что застраивать всю вот эту территорию, возможно, исключительно зданиями не выше, например, 15 метров, то есть пятиэтажки. Ага. А что делать с теми зданиями, которые выше 15 метров и уже построены? Ну, сносить, слава богу, их никто не предлагал, собственно говоря, но в целом как раз объединение строителей Кировской области, которое я представлял во многом, и строило свою позицию о том, что наличие вот подобного рода высотной застройки, которая в течение последних нескольких лет появлялась на данной территории, значит, никак не анализировалось специалистами, которые разрабатывали вот эти предложения для правительства области. Значит, и для управления государственной охраной памятников. То есть просто они взяли материалы 2015 года, значит, выкинули из жизни 6 лет, значит, и никоим образом не учли, что за эти 6 лет территория города Кирова застраивалась, причем весьма немаленькими зданиями. Естественно, суд отразил это в своем решении, указав о том, что достаточно поверхностно, формально, как указано в решении суда, специалисты отнеслись к разработке подобного рода проектной документации. Это и послужило, в частности, основанием для признания двух нормативных документов и постановления правительства области 524-п, значит, об увеличении территории исторического поселения города Кирова, и решение Министерства культуры в лице Управления по государственной охране объектов культурного наследия об установлении предмета охраны такого исторического поселения. То есть пока мы живем в рамках тех нормативных документов, тех правил землепользования и застройки, которые были разработаны ранее. То есть строителям пока удалось отбиться. Ну, сейчас рассматривается жалоба в Нижнем Новгороде, и администрация города Кирова, которая участвовала в этом деле как третье лицо, то, как заинтересованная сторона, и правительство Кировской области и Управление по госохране памятников написали соответствующие жалобы, которые рассматриваются, и сейчас рассмотрение дела перенесено на, дай бог памяти, 19 мая. Я вообще удивляюсь, кстати, что все еще вот это все в ходу, что называется. Ну, понятно, что раз процесс запущен, то он должен чем-то закончиться, но вообще мне казалось, что я где-то месяца два назад, как раз когда вот началась история с этой лихорадкой в экономике, я видела на федеральном уровне какие-то заявления, чуть ли там не со ссылкой на Владимира Путина о том, что строительную отрасль надо всячески поддерживать. Российская Федерация по Конституции является все-таки Федерацией. Каждый субъект сам понимает решение. Поддерживает строителей или им поддерживает? Точно так. Хотя, конечно, с течения времени все более и более. Мои коллеги усматривают, что объективная действительность, которая складывается в настоящий момент, она все-таки нашей Конституцией противоречитой. Российская Федерация только на бумаге является Федерацией. Хотела вас попросить прокомментировать эту историю со строительством школ за федеральные деньги. Ну, вот мы слышали о том, что одна из, скажем так, одно из последствий того, что власти и строители не могут найти общий язык, это история со строительством социальных объектов, которые за федеральные деньги. Не выходят строители на конкурс. И потому что, как я понимаю, боятся, что невыгодно это будет, потому что материалы все подорожали, еще, может быть, сколько-то подорожают. Ну, и мы видели, фактически там, ну, не знаю, там недели две назад, наверное, это было, была встреча губернатора за стройщиками, и там как-то прямо жестко так было сказано Игорем Владимировичем о том, что строители ничего не делают, только деньги считают. Строят там свои микрорайоны, в которых ни школ, ни садиков. А это функция строителей строить и продавать. Если будут предложены разумные деньги для того, чтобы построить какую-то школу, безусловно, строители, я думаю, за подобный вроде проект ухватятся. С другой стороны, если, простите, правительство Кировской области хочет купить на грош пятаков, ну, я думаю, что сейчас все-таки 21 век, и рассчитывать на какую-то благотворительность со стороны частных строительных компаний все-таки не приходится. Это означает, на мой взгляд, достаточно простую вещь. При подготовке проектно-сметной документации на строительство школы, например, либо детского садика, использовались нерыночные значения цен, и фактически правительство предлагает строителям за свой счет что-то построить и отдать в казну. Ну, естественно, это никому не интересно. Но вроде согласились же. Вот я смотрю, что и КСМ согласились. Значит, были найдены какие-то, собственно говоря, компромиссные решения. Например, какая-то строительная компания строит подобного рода, пусть даже не очень выгодные с точки зрения коммерции для них объект, в обмен получают, например, возможно, какой-то земельный участок либо более льготные условия договора на комплексное развитие территории. Ага. А вот, кстати, договор на комплексное развитие территории хорошая же штука на самом деле. Ну, вот правда. То есть, с точки зрения обывателя, по крайней мере, кажется, ну, это же логично, строишь ты большой микрорайон, ну, вот как в Москве там. Строишь большой микрорайон, строишь садик, строишь школу, может быть, даже не одну. Ну, вот строители говорят, что с одной стороны вроде бы да, а с другой стороны люди не понимают, что стоимость вот этого объекта, если он не оплачивается отдельно, там, например, из федеральных денег, какой-то субсидии, она входит в стоимость квадратного метра. Да, безусловно. Но, опять же, здесь, смотрите, Аня, еще проблема есть какого рода. В свое время администрация города Кирова почему-то посчитала о том, что нормы о комплексном развитии территории относятся не только к каким-то масштабным строительным проектам, когда застраиваются, например, целые микрорайоны, а даже и к какому-то точному строительству. Есть, например, строительная компания, у которой есть в исторической части города Кирова какой-то кусочек, и она может построить там жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения. И очень часто администрация города Кирова отказывала в выдаче разрешения на строительство, и приходилось это все оспаривать, как раз ссылаясь на то, что вы, уважаемые строители, при строительстве, вот, не знаю, там, 16-ти квартирного дома должны предусмотреть и детский садик, и школу, и учреждения здравоохранения. Задается элементарный вопрос, а где? А где? Вот, да. Да, на каких территориях это надо сделать? Вот и приходится, собственно говоря, фактически в каждом отдельном случае, в ручном режиме решать эту проблему через суды, оспаривая подобного рода незаконные отказы. С другой стороны, логика здесь, безусловно, есть. Наверняка администрации всех уровней заинтересованы в том, чтобы решать социальные проблемы обеспечения населения города Кирова дошкольными учебными заведениями, школами, бассейнами, катками, за счет все-таки бизнеса. Но получается, что не за счет бизнеса, а за счет гаража? За счет гаража, безусловно, которые будут приобретать квартиры, например, в выстроенном микрорайоне новом. Ну, естественно, на первом-то этапе бизнес вкладывает деньги в подобную роду стройку, только потом получает эти деньги. Барыши какие-то. Да, получая, собственно говоря, оплату за предоставленные Кировчанам квартиры. Я вот сейчас, кстати, вообще не уверена, что будет оживление какое-то на рынке недвижимости, хотя... Ну, оживление имело место быть. Оживление имело место быть. На самом деле... Когда валюту запретили покупать. Конечно. То есть, когда началась вот эта, как сейчас правильно это сказать, спецоперация, значит, и рынок валюты начал испытывать существенное потрясение, граждане бросились спасать свои денежные средства, и традиционным способом инвестирования является как раз приобретение какой-то недвижимости. То есть некоторые... Ну, кому хватает денег, кому не хватает, те побежали в Леруа Мерлен машинки стиральные покупать и холодильники, да. Ну, понятно, значит. Но, тем не менее, определенный, собственно говоря, рост продаж на рынке недвижимости, он имел место быть, отмечают многие мои коллеги, многие оценщики. Это в Кирове, да? Да. Значит, но сейчас все идет на спад, соответственно, люди, у которых деньги были, они уже эту инвестицию совершили. Что будет происходить в дальнейшем, с учетом того, что растет стоимость строительных материалов постоянно, растут... Подорожала ипотека. Подорожала ипотека. Растут, собственно говоря, издержки, связанные с транспортировкой тех или иных изделий. И достаточно проблематично прогнозировать, какова стоимость будет того или иного кирпича, изделия, трубы, бетона и прочее, прочее, металла через 3, 4, 5, 6 месяцев. Все-таки стройка дома дело не очень быстро. Не за месяц, да. Ну, конечно. Значит, вполне допускаю, что за вот этим кратковременным ростом рынка последует спад, причем достаточно глубокий. Будет ли поддерживать строительную отрасль власть? Сильно сомневаюсь, сильно сомневаюсь. У нас как-то так получилось, что у власти есть свои видения на перспектив развития как города Кирова, так и строительного рынка. Какие-то компании, очевидно, будут получать поддержку, какие-то нет. Здесь странно будет, если не все компании будут находиться в равных условиях. Здесь, как обыкновенный рядовой кировчанин, могу единственное пожалеть, что, опять же, подобного рода чехарда на рынке безусловно приведет к тому, что высвободится какое-то количество рабочих рук, которые заняты в бизнес-проектах строителей, которые сейчас получают заработную плату и могут нормально содержать свои семьи. А потом не смогут? Ну, все может быть. Яна Чеботарев, юрист нашей студии. Мы продолжаем. Я хотела с вами поговорить про благоустройство еще. Вы начали с этого? Давайте. С облетающей штукатурки на здании областного правительства. Я хотела вам на свои туфли пожаловаться. Я вот сегодня утром их надела, чистенькие такие, и пока до работы дошла, они уже все в пылище. Вот эти пыльные бури, которые мы видим сейчас в телеграм-каналах, ВКонтакте, да, злой кировчанин я видела, просто вздымается это все. И администрация города при этом параллельно, значит, красит белой краской бордюры, я вижу. Ну, готовится к празднику к 9 мая. Почему в Кирове не собирают это все? То есть нам каждый год обещают, что пыльных буль на следующий год будет меньше, потому что песком мы практически не сыплем вам теперь зимой, говорят нам. И все равно ощущение такое, что с каждой весной все хуже. Ой, ну, речь идет о том, насколько качественно осуществляется приборка городских дорог, улиц, тротуаров. У меня такая же точная проблема, не совру правду скажу, у меня в машине лежит специальная упаковочка, салфеточек для обуви. Протерпи обуви? Да, значит, слава богу. Без этого сейчас проблематично. Ну, что делать? Все приходит в упадок. Я помню прекрасно о том, что несколько лет назад достаточно неплохо отремонтировали улицу Московскую, сегодня ехал и обратил внимание, что ну, как-то уже подозносился асфальт. Снег сошел и кусочками асфальта ушел снег вслед за ним. Ну, поглядим, посмотрим, как будет осуществляться текущий ремонт. Опять же, здесь все зависит а не от чего уж, какие задачи для себя приоритетными считают наши власти городские, ответственные за коммунальное благосостояние наших сограждан. Значит, хватает ли в бюджетах денег на подобного рода работы? Хватает ли рук? Хватает ли рук, да. Значит, есть ли желающие за весьма символические суммы, которые были определены госконтрактами, которые, напомню, заключаются за год до осуществления работ, насколько соответствуют те цены, которые закладывались в бюджеты на те или иные работы, тем реальным ценам, которые имеют место быть сейчас на рынке. У нас все дорожает, даже топливо. Я-то просто думаю, что, может быть, власти сэкономить хотят. Смотрите, мне кажется логичным сначала убрать всю грязь, вымыть, собрать, смести, увезти из города и только потом уже красить в белый цвет бордюры или, не знаю, ограду на Октябрьском проспекте. Потому что это же бессмысленная работа получается. Вся эта пылища осядет на эту же свежую краску. но я думаю, может быть, у нас тут просто по прогнозам дожди обещают. Может быть, просто власть экономит наши деньги. Ну, опять же, вопрос, заинтересованы ли наши власти в конечном результате, в том, чтобы эти же покрашенные ограды на Октябрьском проспекте, эти же покрашенные в белый цвет бордюры сохраняли свою первоначальную белизну, яркость максимально длительное время или наши власти просто хотят отчитаться о том, что работы сделаны, деньги потрачены, пятилетку за три года. 10 литров краски израсходовали. Да, все может быть. По отчету. Все может быть. Во всяком случае, пока мы с вами можем поднимать подобные роды темы в нашем эфире, ну, это, на мой взгляд, говорит о том, что где-то еще не все настолько плохо. Ну, тут, кстати, депутаты городской думы раскритиковали власти за их решение поставить углу и остановку за три, почти за 4 миллиона, за 3,7 миллиона на улице Ленина, Трифонов монастырь, да, сказано было, что в условиях, когда у нас, извините, по всему городу остановочные павильоны нуждаются в апгрейде, ставить за 4 миллиона одну такую вот парадно-показательную вещь не совсем правильно. Ну, я готов согласиться. Киров не Москва. А с другой стороны, представляете, как было бы хорошо. гостей вот привозишь в Киров и сразу везешь на остановку. Но это же Потемкинская деревня. Так, а зато вот представляете, какое количество на остановке Трифонов в монастыре нагородних паломников будет на Великорецкий крестный ход. Все увидят, там телефоны смогут зарядить. Веритяне, они увидят по пути следования Великорецкого крестного хода не только вот эту Потемкинскую деревню, которую, безусловно, можно выставить, но и реальное состояние дел в общественном инфраструктуре общественного транспорта. Не только общественного транспорта. Да, конечно. Они же, извините, регулярно каждый год ходят и постоянно сталкиваются с одними и теми же проблемами, начиная от отсутствия в достаточном количестве нормальных общественных туалетов и кончая весьма убогим состоянием автодорог города Кирова и Кировской области. Которые они своими ногами просто ощущают, переходя через эти емки. Поэтому, знаете, я готов здесь с депутатами согласиться о том, что можно было бы поискать возможность использовать эти 3-4 миллиона рублей на какие-то более практичные нужды. Не нужна пока нам умная остановка. Ну, хотелось бы, чтобы все остановки у нас были умными, но не сейчас. Не сейчас. Яна Чебатарев, в нашей студии мы на перерыв рекламную бегаем через минуту вернемся и продолжим. Особое мнение на 101FM Юрий Стеянович Батарев в нашей студии. Мы продолжаем еще одна тему важная. На протяжении двух лет она нас преследовала практически так же, как сейчас ситуация с экономикой. Это история с ковидом. По ковиду мы видим, что вроде как бы все нормализовалось, отменили, слава богу, масочный режим. Мы с Яном Евгеньевичем без масок сидим теперь, хоть и на расстоянии двух метров друг от друга. Соблюдаем социальную дистанцию по-прежнему. Можно в магазин, везде можно без маски. Но многие носят по привычке. Многие носят, конечно. Мне кажется, теперь это надолго с нами. Тем более, что обещают, что в мае вроде как все вернется. Может вернуться, не дай бог. Я хотела вас про статистику спросить. И вот про уровень доверия к власти. Мы видим сейчас ковидную статистику 50-60 заболевших в день. Официально. И при этом официальная же статистика нам на протяжении очень долгого времени показывает число погибших от коронавируса также точно стабильно 2-3 человека в день. 2-3 человека в день. Вот если заболевает меньше, по идее, ведь и погибать должно меньше от коронавируса. А почему так? Где посчитали неправильно или что происходит? Или что это за ковид такой? Ну, в этой части, Аня, безусловно, вы правы в том, что сомневаетесь в верности тех цифр, которые нам предлагают. Вообще, изначально, я думаю, что любой здравомыслящий человек должен с изрядной долей скепсиса относиться к сообщениям о каких-то статистических данных. То, что ты сам не можешь проверить, и тебе предлагают принимать это на веру, относиться к подобным родам предложениями следует с изрядной долей скепсиса, я полагаю. Я не знаю, на самом деле, что происходит у нас с ковидной статистикой. Я абсолютно не уверен на примере собственной семьи, столкнувшись, что те цифры по заболеваемости, они достоверны. Вот у меня любимый тесть в свое время испытал что-то, похожее на ковид, несколько раз отлежал в больницах. Значит, никто ему этот ковид не поставил никоим образом, и уже потом, когда мы ходили, сдавали анализы на антитела, выяснилось, что такие антитела у него присутствуют, причем в весьма вызревянном количестве. Ну, как вот к этому относиться? Да не знаю я. Я человек достаточно возрастной, я застал еще время, когда врачи в медицинских учреждениях ставили диагноз грипп только по специальному распоряжению Министерства здравоохранения. То есть, когда Минздрав разрешал, ну да, когда Минздрав разрешал выставлять подобного рода диагноз, вот, ставились диагноз грипп. До тех пор, пока такого разрешения не было, ну, это было просто ОРВИ и все. Поэтому не знаю я, что на самом деле происходит с уровнем заболеваемости в России, и меня точно так же смущает, что вроде бы с одной стороны декларируется о том, что количество заболевших неуклонно снижается, а в то же время кривая смертности... В общем, так резко очень снижается. кривая смертности, ну, 9 мая на носу. Кривая смертности находится примерно на одном уровне. Очень странно, очень. Может, просто это вот люди, которые заболели, лежали давно в больнице? Может быть, может быть. Можем предположить, что такое. Предположить мы можем все, что угодно, начиная от того, что статистика несколько лукавит, ну, и кончая тем, о том, что, да, действительно, это вот те люди погибают, кто действительно достаточно давно уже болел, испытывает большие проблемы со здоровьем. В общем, так получилось. Вот. Всем, всем нашим слушателям рекомендую не расслабляться и соблюдать, собственно, и дистанцирование, и заботиться в своем здоровье и не пренебрегать прививками. И маску, я думаю, в общественных местах лучше все-таки надевать, для того, чтобы сократить риски для себя самого. В семь минут у нас остается до конца эфира. Сейчас посмотрела на время. Хотела спросить вас про полигон в Кстинино. Как-то в нашем эфире эта тема звучала. Если мы с вами освежим ее в памяти слушателей, наверное, будет проще. Давайте. Значит, в Кстинино, недалеко от жилой застройки, располагается открытая стрельба... Ох, а можно ли это сейчас эфир-то говорить? Ой, а что, теперь нельзя, да? То есть, это все теперь... А я не знаю. Ну, ладно. Значит, располагается открытая стрельба, которая эксплуатируется Росгвардией, и граждане, проживающие в близлежащих жилых домах, жалуются на чрезвычайную шумность подобного рода деятельности. И опасность, насколько я помню. И опасность, да. Значит, был подан соответствующий иск, предварительно были получены замеры по уровню шумов, эксперты пришли к заключению о том, что превышение имеет место быть. Значит, относительно недавно на прошлой неделе этот суд закончился, Первомайский районный суд отказал гражданам в приостановлении деятельности полигона. Ждем решения, что там будет написано, подозреваем, что суд сошлется на норме 1065 статьи Гражданского кодекса, которая подразумевает, что суд может отказать гражданам в защите их прав, ссылаясь на объективную целесообразность и необходимость данного вида деятельности для обеспечения обороноспособности Российской Федерации в целом. С учетом текущей ситуации, спецоперации и так далее, я не исключаю того, что суд, собственно говоря, такой вывод и сделает, сказав о том, что эта деятельность чрезвычайно важна. А что люди будут делать? Дальше пойдут? Ну, посмотрим, получим решение. Есть и смысл, да? Да, получим решение, примем какое-то, собственно говоря, решение свое, будем ли мы оспаривать решение Первомайского суда, либо пойдем по другому пути, будем требовать, например, какой-то соразмерной компенсации с тем, чтобы граждане имели возможность за счет бюджетов Российской Федерации установить у себя в домах, например, двойное остекление с тем, чтобы снизить уровень шумов. Я подозреваю, что у властей денег не будет на то, чтобы деньги давать на двойное остекление, чтобы их выделять. Это не Москва, Киров, не Москва. Я ведь все-таки юрист. И к Синину, тем более. Закон, если говорит о том, что... Предположены. Да, что в случае, если суд отказывает гражданину в защите его права, ссылаясь на какую-то общественную значимость подобную деятельность, такой гражданин имеет возможность требовать от соответствующего бюджета соразмерной компенсации своих затрат. Значит, такое право у него есть. Во всяком случае, в законах у нас про это сказано. Другой вопрос, как они будут применяться на практике. Понятно. Ну, в общем, людям я, честно говоря, спокойствия желаю, потому что тут вот коллеги нашей социологической службы «Зеркало», которая входит в нашу группу компании «Инмедиа», провели опрос среди кировчан по уровню тревожности, например, да, и, собственно, выяснилось, что за последние там два-три месяца очень сильно вот этот вот уровень тревоги, он вырос. Есть, значительно повысился там у 35%, немного повысился у 40%, то есть как минимум 75% горожан чувствуют себя тревожнее в связи со всеми обстоятельствами. Вот этим цифрам я склонен доверять. Не как ковидной статистике? Не как ковидной статистике. Во всяком случае, мне представляется, что все-таки частные социологические службы, частные социологические опросы, они более достоверны, потому что у них, ну, как минимум, нет интереса грубо искажать те или иные цифры. Ну, причем вот материальные, кстати говоря, меньше волнуют людей, чуть меньше волнуют, чем внешняя политика, там, да, цены на недвижимость это примерно 12%, там, да, вот в этом вот в общем пакете, что называется. При этом, можно сказать, ну, вот я смотрю просто по цифрам коллег, да, чаще все-таки волнуются женщины. Уровень тревожности повысился у женщин больше, чем у мужчин. Ну, наверное, так и должно быть, по большому счету, хотя, честно, я знаю массу примеров обратного, когда как раз больше опасений за какие-то перспективы развития страны, за будущность своей семьи испытывают как раз мужчины, которые являются все-таки кормильцами пока. А, ну, потому что они деньги заработают. Ну, конечно. И должны понимать, как это дальше делать. Безусловно, безусловно. Ну, посмотрим. Очень, кстати, интересная информация, Аня, спасибо. А я вам ссылочку потом поподробнее скину. Я погуглю, да. Хорошо. Еще хотел спросить, Игорь Евгеньевич, по поводу перспектив предстоящего отпускного сезона. Три минуты у нас остается две с половиной. Вам как кажется, этим летом российские курорты смогут вместить всех желающих отдохнуть? Или люди вообще на отдых не поедут? Ну, люди все равно отдыхать будут. Другой вопрос о том, что я не уверен, что российские курорты, которые издавна славились своими ценами, причем... В кавычках славились, да? Ну, конечно. Будут полностью загружены. Не думаю, что наши граждане кинутся в настоящий момент тратить свои деньги в условиях нестабильности рынка на какой-то семиминутный отдых. Тем более, что, опять же, мы с вами бывали за пределами Российской Федерации, и согласитесь, что очень часто в Европе можно было отдохнуть гораздо-гораздо-гораздо дешевле, нежели, например, в Сочи либо в Анапе. Но сейчас, к сожалению, это в прошлом, учитывая стоимость авиабилетов, потому что мы же понимаем, что нет прямых рейсов, да, есть только через Стамбул. Будет, я считаю, развиваться региональный туризм. У нас есть, простите, отличные места в Кировской области, в Санатории. У нас есть отличные места под Питером, например, в Нижнем Новгороде. Поэтому я думаю, что здесь... Петербург, между прочим, морской город. Безусловно. Не забываем. На Валаам я планирую съездить этим летом. Тоже, кстати, не очень дорого. Гораздо дешевле менять направление туризма, нежели всем бежать к теплому морю и бешеным ценам. На Байкале очень хорошо. То есть народ будет просто переключаться в направление? Конечно. Подешевле. Подешевле. Коллеги еще говорили, что хорошо очень на Дальнем Востоке, но до Дальнего Востока, конечно, добираться там перелет. Далековато. Если только будут какие-то льготные цены. Яна Чеботарев, юрист в нашей студии. Мы программу «Особое мнение» на этом завершаем. Всем до свидания. До свидания. Евгений Евгеньевич, спасибо. Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok